Многоплановая цель визита гостей из украинского Луцка определила и суть встречи, состоявшейся в горосполкоме. Гости представляли как деловые круги города Побратима, так и ответственных чиновников, департаментов жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционной политики, руководителей транспортной сферы. Александр Рогачук на встрече подчеркнул, что с Украиной, в частности с Луцком, складываются эффективные отношения во всех сферах и областях. И статус Побратимства выполняет роль своеобразной коммуникативной площадки. Руководитель города сакцентировал, что благодаря налаженным взаимоотношениям, которые начались в августе 2003 года, экономическое взаимодействие Бреста и Украины выросло в разы. За 10 месяцев 2019-го внешний торговый оборот составил более 85 миллионов долларов. Экспорт товаров в страну-соседку определяется суммой в 35,6 миллионов долларов. Его темп составляет 95%. От общих тем сразу перешли к более точечным. Сегодня мы уже плотно хотим подойти к мусороперерабатывающему заводу. У нас в Луцке две мусоросортировочные линии у нас уже установлены. Но есть еще некоторые вопросы, которые в процессе возникают. Мы хотели бы их обговорить. Очень интересует организация дорожного движения, поскольку мы знаем, у вас новый западный обход, очень красивый, я там уже ездил, смотрел, был и управление светофорами, ну и другие нюансы. Участникам встречи со стороны Украины весьма интересна и актуальна тема переработки мусора. Брестский мусороперерабатывающий завод в центре «Внимание» его посетили первым. Вы идете намного от нас впереди, потому что мы в прошлом году только впервые поставили первую сортировочную линию, в этом году ставим другую. И у нас есть что учиться у вас. Вы уже ставите подземные контейнеры, вы начинаете заниматься раздельным мусором. Мы это дело только начинаем, делаем. Есть вопрос еще эксплуатации полигона. Как говорилось выше, организация транспортного сообщения, дороги и магистрали областного центра также интересна украинским партнерам. Почеркивают, у брещан есть чему учиться. Качество и состояние автомагистрали Луцка оставляет желать лучшего. Но есть и моменты, которые брещане готовы взять на вооружение у соседей. Очень много есть интересных моментов и точек соприкосновения, которые мы обсудили с городом Луцком. Город Брест развивается и в сфере пассажирских перевозок развиваются новые системы диспетчеризации. Есть у нас и моменты по электронным системам оплаты. В городе Луцке в настоящий момент то, что заинтересовало нас, как и оператора перевозок, внедрена электронная система оплаты проезда, которая представляет собой комплекс. Здесь помимо самой оплаты есть информация, которая поступает в диспетчерский центр об объемах перевозок пассажиров. То есть можно посмотреть непосредственно объемы перевозок, спланировать новые маршруты. Поэтому однозначно мы эту систему посмотрим для внедрения, возможно, в городе Бресте. Помимо встречи в горы с полкоми, была организована обзорная экскурсия по городу. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.